Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АРИС в студии Амир Кедрасов. Сегодня пассажирам рейсового автобуса, ехавшему по маршруту Маячный Кумертау, пришлось экстренно покинуть салон. Пазик, на котором ехали люди, загорелся. Подробности происшествия узнавал мой коллега Константин Меркушев. Это утро для пассажиров автобуса могло стать последним. Семичасовой автобус из Маячного, как всегда, был заполнен пассажирами. По дороге в город пазик начал сильно дымиться, и пассажиров попросили на выход. Водитель почувствовал резкий запах гари, после чего сразу остановился. В считанные минуты огонь охватил все транспортное средство. Водитель пытался сбить пламя своими силами. На помощь прибыли пожарные. Проверкой было установлено, что полностью сгорел автобус, пассажирский, совершавший рейс по маршруту Маячный Кумертау. Двигался автобус со стороны Ермолаева, двигался с пассажирами. Автобус остановился. В автобусе были, значит, выведены пассажиры с автобуса. Но к моменту прибытия пожарной части подразделений огнем был полностью объят автобус. Никто из 20 пассажиров, к счастью, от огня не пострадал. Они и вовсе не сразу поняли, что произошло. По первым предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке. Проверка была установлена, что пожар начался в моторном отсеке. И предварительной причиной пожара явилась неисправность узлов топливной системы. Сейчас причины возгорания проверяют компетентные органы. И уже на этой неделе станет ясно, по чьей вине произошла чрезвычайная ситуация. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Сейчас время правовой информации. Поговорим о исполнении закона о государственной поддержке семей, имеющих детей, где говорится, что денежные средства по материнскому капиталу подлежат использованию только по целевому. Подробнее об этом законе узнаем в прямом включении. У старшего помощника прокурора Людмилы Воробьевой она у нас на связи. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Расскажите, на что гражданин может потратить денежные средства, полученные по материнскому капиталу? Здравствуйте. Денежные средства по материнскому капиталу могут быть направлены только на улучшение жилищных условий семьи, имеющих детей, на образование детей, на формирование накопительной части пенсии женщины, родившей двух и более детей после 1 января 2007 года, а также на приобретение товаров и услуг в целях реабилитации детей-инвалидов. Скажите, а в нашем городе были ли нарушения по этому закону? Если да, то расскажите подробнее. В результате прокурорской проверки было установлено нецелевое использование денежных средств женщины, которая по материнскому капиталу должна была улучшить жилищные условия своей семьи. Она заключила фиктивный договор купли-продажи со своим близким родственником на жилое помещение, принадлежащее ее родственнику. Доли в праве собственности на жилое помещение ни на мужа, ни на детей не оформила. Данное жилое помещение оформила только на себя. И впоследствии произвела отчуждение данного жилого помещения в пользу опять-таки родственника, у которого приобрела это жилое помещение. Да, Людмила Викторовна, скажите, а последует ли какое-то наказание нарушителям? По результатам прокурорской проверки в суд направлено исковое заявление с требованием к продавцу о возврате денежных средств в пенсионный фонд, а в отношении женщины, получившей сертификат, инициирована доследственная проверка. Так как в ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 Прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошеннические действия при использовании социальных пособий, которые выплачиваются в соответствии с законом в крупном размере. Наказание за данное преступление предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Спасибо. Напомню, у нас на связи была старший помощник прокурора Людмила Воробьева. В республике началась эпидемия гриппа и ОРВИ. По словам специалистов, вирус пришел в регион раньше прогнозируемого срока. В республике на сегодня зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. О том, какова ситуация с заболеваемостью в нашем городе, типах гриппа, который циркулирует в этом сезоне, и основных симптомах болезни, в нашем сюжете далее. Новогодние каникулы позади. Для городских медицинских учреждений это были напряженные дни. Именно в первую неделю января пришелся подъем заболеваемости ОРВИ. Мы проехали по медучреждениям, чтобы узнать, как изменилась ситуация на сегодня. В коридорах детской поликлиники и пациентов немного. Больших очередей к врачам нет. Вся работа идет в штатном режиме. Однако совсем иная картина наблюдалась в дни новогодних каникул, говорят специалисты учреждения. К сожалению, эпидемия гриппа и ОРВИ никак не минула наш город. И пик заболеваемости пришелся как раз на новогодние праздники. В течение дня было очень много обращений родителями с детьми. Около где-то 50-60 до 70 обращений было в приемный покой. Во время работы поликлиники 3 и 6 января было очень много вызовов. Больше 60 вызовов. Больше 180 обращений в поликлинику было за эти два дня. Сейчас ситуация стабилизировалась. Тем не менее, врачи не исключают нового подъема заболеваемости. И это связано с тем, что дети после каникул пошли в дошкольные и школьные учреждения. Сейчас на данный момент обстановка стабилизировалась. Не сказать, что там пошел какой-то сильный спад. Но тенденция все-таки к уменьшению наблюдается. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в первые дни нового года наблюдался и среди взрослого населения. По отдельному графику работала городская поликлиника. И буквально в авральном режиме работали фельдшеры отделения скорой медицинской помощи. За период праздничных и выходных дней здесь выполнена половина месячной нормы. Такое наблюдается впервые за многие годы, отмечают специалисты. Причем большинство, обратившиеся в службу граждан, жаловались на высокую температуру и недомогание. За новогодние выходные скорую поступило 1087 вызовов. В основном выполняли по 18-19 вызовов. В связи с острой вирусной инфекцией у нас увеличилось количество. Все работали в напряженном режиме. Все вызова были обслужены. Все как положено. Медикаменты все в достаточном количестве. На сегодняшний день, у нас сегодня первый день, как уменьшились вызова. Такова ситуация в целом по стране. В Кумертау на сегодня зафиксированы случаи гриппа. В нашем регионе начал распространяться новый штамм опасного вируса – гонконгский грипп. Однако, по словам специалистов, паниковать не стоит. Он не отличается кардинально от других известных штаммов. Но и те, кто сделал прививку, защищены. Так, в нашем городе, согласно плану, начиная с сентября было привито 40% населения. В состав вакцины входили штаммы вирусов, которые циркулируют в этом сезоне. Заболеваем с гриппом на сегодняшний день 8 случаев. Все 8 случаев подтверждены лабораторно. Грипп называется Гонконг, H3N2. Хочу сказать, что на сегодняшний день циркулирует в республике и по стране у нас. Грипп Гонконг, Брисбен и Калифорния. Из 8 больных трое детей. Все лица, заболевшие гриппом, непривитые против гриппа. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Состояние их удовлетворительное, соответствующее лечение они получают. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. И при первых симптомах болезни незамедлительно вызывать врача. Заболевание протекает остро, начинается с высокой температуры, ломота. Температура длится 3-4 дня, поднимается до высоких границ, до 40, и очень тяжело сбивается. Поэтому лицам уже начинающим болеть, рекомендую находиться дома, вызывать врача на дом. Принимать жаропонижающие лекарства. Также по назначению врача принимать лечение. Ситуации по гриппу и ОРВИ мониторятся ежедневно. В медучреждениях принимаются все меры профилактики. В том числе на сегодня ограничено посещение родственниками пациентов, находящихся в стационарах. Кроме этого, врачи советуют избегать многолюдных мест, в помещениях проводить влажную уборку, проветривать, соблюдать правила личной гигиены. В том числе чаще мыть руки с мылом. Айгуль Мухамедшина, Ярослав Кондратьев. Новости. Школьные и дошкольные учреждения на время вспышки простудных болезней, как правило, закрываются на карантин. Но при условии превышения определенного эпидемиологического порога. Как обстоит ситуация по заболеваемости в образовательных учреждениях Кумертау, узнавала Гульнас Филатова. В зимний период в детских садах и школах особенно остро встает вопрос заболевания гриппом и ОРВИ. Образовательные учреждения борются с этой проблемой, проводя различные профилактические меры. О каких именно мероприятиях идет речь, мы узнали непосредственно в одной из городских школ. Учреждением управления образования был проведен мониторинг количества отсутствующих в школах и детских садах детей. Выяснилось, что эпидемиологический порог как не был превышен до каникул. Таким он и остается на сегодняшний день. На руку сыграло также то, что в дни каникул дети проводили время на улице, а не в помещении, где вероятность заражения вирусом друг от друга гораздо выше. На сегодняшний день все школы, все дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования работают в нормальном штатном режиме. Проводятся меры профилактики, проветривание помещений, уделяется большое внимание разъяснительным мероприятиям по тому, что нужно сделать, чтобы инфекция не получила развитие. Надеемся, что нам удастся карантина избежать. В гимназии имени Антошкина, как и в других городских школах, к профилактике гриппа относятся очень серьезно. Именно поэтому на сегодняшний день процент заболевающих у РВИ в учреждении составляет всего 5,6%. Нужно сказать, что в коллективе 30-го числа мы провели совещание, где рассмотрели меры профилактики, которые нужно принять. Я должна сказать, что в принципе все, что нужно, это санитарный режим, это мероприятия, связанные с гигиеной рук. Все это у нас в гимназии проводится. Может, поэтому и заболевших мало. Руководством детской поликлиники совместно со школьным был разработан план по ежедневному посещению фельдшерами учащихся гимназии. Ими проводятся санитарно-просветительская работа и другие меры по профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. Если же ребенок обращается в медицинский кабинет школы с жалобами, его обследуют, оказывают первую помощь при необходимости, вызывают родителей и направляют для дальнейшего лечения в больницу. В настоящее время ситуация, я считаю, положительной. То есть дети не часто обращаются за экстренную помощью, потому что они уже заранее предупреждены. Проведены профилактические работы, проведена вакцинация. Они у нас закаленные, ведут здоровый образ жизни. Я думаю, что все-таки дети готовы или, как сказать, защищены от гриппа. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале АРИС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова